всем привет вы на канале двин китай мы продолжаем проходить бёрн хаус-лейн мы сейчас находимся в подвале и у нас тут было кошечка которая убежала а что с этой дверью делать я без понятия осмотреть доносится странный звук открыть заперто даже не знаю а это у этой кошечки я не могу просто насыпать сюда танца куда можешь ой кошка кошка пошли за ней дверь закрой мне не нравится эта дверь а нам обязательно играть в прятки перестань котик где же ты наверное у тебя в комнате давай насыпем ей куда-нибудь тунца а куда именно я пока не знаю куда ты можешь не насыпать давай посмотрим заперта как это дырка в двери на а вот ты где а куда ты можешь насыпать и танца скажи мне ты пытаешься мне что-то сказать котик может ты хочешь есть принести тебе еды определенно куда ее насыпать я не знаю куда насыпать не а я знаю она стой что такого интересного в этой старой клетке а ты можешь вот типа да блин слушай как 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 тебя до насыпать мне еду типа некуда же так как можно скооперировать как-то следовать дверь в подвал понятно куда мне насыпать этот тунец а ну давай еще раз поговорим взять а взять на столе лежат флаконы с просроченными лекарствами украшения и косметика поставь клетку сюда клетки лежит мертвый хомяк судя по розовому ошейнику это девочка мне бы не хотелось класть дохлого хомяка в карман а мы же можем вот так вот сделать сейчас я тебе покажу как смотри взять вот это делать вот так вот и и забрать хомяка какой черт я делаю честно я не знаю кошка нам сказала так что агася агася понятно идем другую дверь и куда ты направляешься теперь на улицу пока все как-то довольно чилова но я предвижу предпредчувствую даже я бы сказала да и предвижу в принципе тоже что начнется какой-то пи на улицу на улицу это нам вниз да хорошо дверь закрыта а нам нужно похоронить хомячков что ли дружил с этими грязунами поэтому не сюда привел давай похороним покойтесь с миром малютки двое влюбленных спят вечным сном в одной могиле жаль что я не такая везучая скорее всего в гробу со мной будут только черви пожирающие мое тело и пауки мерзкие жуткие пауки тоже ненавижу богу вот черт я совершенно к этому не готова так быть не должно я не хочу умирать я рассказываю тебе это потому что ты кот а коты понимают такие вещи я поглажу кисюлья спасибо мой хороший как бы тебе еды додать я хотела бы дать тебе покушать слушай реально ключ кота было не просто на его все-таки добыла готова поспорить что только особенный ключ открывает очень особенную дверь да дверь в подвале понятно понятно котик куда тебе еды то поставить я реально эти еды хочу дать как мне это сделать я не знаю может быть не нужно это пока но на ли вниз сейчас узнаем что там за таинственная дверь в подвал очень страшная дверь ладно так все мне страшно давай ничего не видно стой подожди возьми фонарь мне не дают взять фонарь как темно ничего не видно так возьми фонарь за дверью слышны шаги страшно и слышу как с другой стороны дует слабый ветер кто за мной идет за дверью слышны шаги за дверью слышны тихие звуки больничного оборудования я чувствую запах дыма за эти двери что-то горит за этой дверью тихо разложившийся труп женщины связан с сухими корнями у нее живота торчит металлические пруд и клочок бумаги что это может быть плачок бумаги здесь пролегает куб путь к бернхаус лейн один стоять под небом голубым прошепчи не то я я смерти боюсь лишь потому что еще не жила понятно что это какая-то подсказка но мне все равно страшно за дверью слышен плеск одна из досок шатается может за ней что-то спрятано зазор слишком узкий чтобы подцепить пальцами не мне очень страшно новый предмет еще это еще одна за это до конца типа помени давай два под взором рептилии и и спроси пришел конец ли ну начинается кучок проводов полно пыли зато не видно ни одного паука окей я подключила какие-то провода непонятно зачем им откуда ну ладно за дверь слышен странный звук похоже на кнопку интересно что она делает давайте тыкнем картина открылась дверь слишком горячий чтобы дотронуться ничего не вижу подожди мы вернулись в начало тайник это было почти очевидно могла бы догадаться а мне вернуться не как-то что ли жесть окей 3 у солнца алтаря воззови к богам я отдаюсь вам но трендец и чё теперь что я под небом голубым про шепчение то я и сперте боюсь лишь потому что еще не жила под ним под небом голубым это короче какие-то загадки которые я хрен часа просу посмотреть и слышу как струны дует слабый ветер ветер это значит что там о небо вот я вижу тут картинку неба и хи звуки больничного оборудования но картинка неба да блин картинка неба а звуки оборудования хз давайте откроем ой как же я нет это не может быть настоящим произнести шептать о смерти боюсь лишь потому что еще не жила мамочка так правильно давайте следующую наверное правильно я не знаю правильно неправильно ну кашу а сейчас узнаем часу на под взором рептилии и и спроси пришел конец ли взором рептилии взором рептилии рептилии где и рептилии ищем рептилии еще раз вот это это она пришел конец ли там кто то есть или что-то в любом случае не очень хочу знать так произнести пришел это значит что я что-то сделала неправильно мамочка у солнца алтаря высови к богам то есть вам у солнца какого алтаря я рыбу а если мне надо было пооткрывать это дверь и заглянуть в них блин а если мне реально надо было двери пооткрывать потому что я хз а если не надо их открывать ну вот это наверное нет не вот это вот это наверное нет вот это вот огонь повсюду сияющий свет кажется ярыми как солнце я не знаю это было неправильно или это было правильно то что до этого выбрала сейчас с глазом этим хрен просишь обосралась я или нет но видимо это да видимо да открой дверь и этот край это невозможно я схожу с ума давай откроем откроем все двери потому что да он все еще кто-то ходит она а почему ты думаешь это было неправильно больничная койка вот здесь и проведу последнюю неделю свою жизнь я не понимаю почему неправильно это всего лишь факелы кто это нет я не хочу присматриваться . наполнена светящейся жидкостью да все правильно я сделала не ври может дверь которая а почему извините помогите а что делать то мне надо с этим здрасте приехали так что не так здесь пролегает путь к он хаус лэйн и что 1 2 3 как все правильно нет может может еще раз попробовать произнести еще раз и она не закрылась и типа правильно вот глаз в чем проблема с глазом давай попробуем тут да окей теперь солнце подожди а солнце получается неправильно вот это что ли или а как а как как тут солнце что тени так скажи нам солнце здесь но наверное нет а правильно блин я просто ладно все понятно ладно хорошо сомневаешься кто-то построил все это под домом на ферме действительно очень странно блин по-любому ачивка должна была быть ну ладно потом узнаем если псеверба с первого разума все правильно сделала но это было не очевидно что класс этой змеи это не вот эта дверь а следующая хотя блин надо было подумать о том что наверное там где ходят это нехорошо так у тебя не возникает вопросов о том что за дичь происходит что за дьявольщина возник у нее вопрос у меня тоже возник вопрос что за дьявольщина давай бежим нет побежать мы не можем ладно я вижу свет пробивающийся окажется через люк где я это еще что за тюрьма разумею дарин хаус лайн 72 так заперта заперта запах ужасный эти мусорные баки заполнены уже очень давно заперта дверь заперта дверь тоже заперта да берн хаус парк здесь полно колючей проволоки и цепей на прошу заперта индийский ресторан с едой на вынос о спасибо я могу сюда зайти кебаб чипсы и там ты меня пугаешь чел привет да да приветствую понимаю что вы торопитесь но будьте добры я уже почти закончил дайте шаурму я пойду к вам сразу же как только приготовлю последнюю порцию вы курите не хотите покурить пока ждете не стесняйтесь от библин состоит здесь не просто так спасибо предлагаете мне покурить в ресторане а я бы с надежкой назвал это рестораном милая вообще-то знаете что пожалуй звучит заманчиво я выкурю сигарет если вы не против это понятно это нам намекнули что сейчас сохранить потому что тебе надо сохраниться игра сохранена все понятно намек ясен давай поговорим ой дело сделано а теперь чем могу вам помочь а у вас в отвале кто-то есть на верно подмечено я труби моя девушка она всегда там сидит она издает странные звуки она просто немного волнуется когда хочет есть вот и все но теперь она не голодная скоро перестанет ну по крайней мере на пару часов это что цепи она что приковано цепями к стене разумеется безопасность превыше всего это моё кредо но так же нельзя нет вы вы не понимаете это по обоюдному согласию все хорошо она даже подписала разрешение чтобы это сделал хотите посмотреть может позже вы знаю выглядит немного странно но я занимаюсь этим уже некоторое время и поверьте мне цепи необходимы особенно после происшествий с судьбой судьба никогда не прощу себя за это она довольно много есть для девушек не там просто много есть для кого угодно я знаю это уже третий кусок мяса за сегодня как несколько влезают показать показать то есть она сидит внизу и весь день есть шаурму я да и очень нравится моя шаурма всем моим девочкам нравится у нее здесь четкий порядок у нас здесь четкий порядок кормления он дает потрясающие результаты это то на что они подписываются и получают никакой ерунды вроде хлеба или зелени только старое доброе мясо ну если нравится там внизу ей очень нравится этот подвал самое безопасное место на бернхаус лэйн знаете ли ну вот почему я перестал особо выходить на улицу ну кто такой чтобы судить не обращайте на меня внимание просто парень который готовит шаурму что бернхаус лэйн как я здесь оказалась судя по запаху вылезли из канализации обезобид но я была в доме в глуши там рядом нет ни одного города на несколько километров только холмы и поля а потом послушай я не хочу грубить но это меня совершенно не касается иногда люди вроде вас заходят сюда они всегда задают вопросы пытаются понять они спрашивают где мы где все остальные почему я но у меня нет ответов да я не хочу их искать я просто парень с бернхаус лэйн который приготовит вам отличную шаурму всего за 599 хотите я поим когда доберусь домой как вас зовут милая и обычный продавец шаурмы мама правда хочется знать по имя да что уж вы можете звать меня марта но готов поспорить что уже завтра вы об этом не вспомните черт да вы забудете моим и уже через 20 минут а если не забуду когда вы получите большую шаурму совершенно бесплатно амар но на самом деле мне все равно вы упоминали кого-то по имени судьба кто это судьба она была она была любовью всей моей жизни жила в подвале внизу прям как руби сейчас но судьба судьба заставляла в сердце стучать как барабан понимаете такая особенно какая красивая большая она могла съесть два раза больше мяса чем другие девочки но однажды попробую гадать она слишком много сил и взорвалась на сбежала ступень оптимала селом деду она слишком много села и взорвалась не она стала такой большой сильный что однажды просто проломила решетку выкарабкалась на хер и напала на меня как бешеный бык я думаю что она хотела проглотить меня как изысканное лакомство в общем она бы меня точно от точки порвала если бы я ползком не сплетался в холодильнике потом она ушла больше я не видел вообще-то это ваша вина вся эта шаурма не удивительно что она сошла с ума вы не понимаете не нравилось она умоляла меня кормить и но в конце концов и не смог удовлетворить ее жажду мяса и все время было мало и она всегда была голодной что с ней по вашему произойдет теперь она бродит по парку неподалеку иногда поздно ночью слышу крики это она кормится невезучими прохожими по парку нужно запомнить моя бедная милая судьба в ней не осталось почти ничего человеческого если вообще осталось так есть и другие люди которые нашли это место прямо как я я вижу их иногда но не очень часто забавно но вы все одинаково пахните без обид что вы имеете ввиду чем это пахнем болезнью чтож здесь оставаться не собираюсь как мне вернуться вы уверены что хотите уйти я мог бы поселить вас руби она не будет против это очень мило с вашей стороны но дома остался кое-кто за кем должна следить в эту самую минуту у него могут возникнуть приятности если они вернусь до рассвета понятно что ж тогда не смею вас задерживать кстати вспомнил кое-что что может вам помочь на прошлой неделе я слышал как кошки шумели в старом музее часов и кошки знают вещи которые нам неведомы только они могут приходить на бернхаус лэйн уходить отсюда когда захотят ладно я отправлюсь музей часов как туда попасть это будет проблематично понимаете это больше нельзя попасть почему он те рассказал вам про судьбу что она бродит по парку так вот музей часов находится именно там дам на ее паспище что если я решил пройти в парк и недавно проходила мимо почти уверена что ворота были заперты эти ворота всегда закрыты есть путь через общественный туалет находится рядом с парком вы можете взять ключ от туалета вот получен новый предмет верните его потом он мне нужен для посетителей и если вы увидите судьбу просто бегите она сильно агрессивно но еще она неуклюже если действовать шустра от нее можно уклониться но если она вас хватит я не позволю схватить меня умница я расстроюсь если такое мило личико превратится в лохманжу в лохманжу что это такое если меня будет кто-то искать я в парке слушай это прям максимально все странно ну ничего нового в принципе к все как все как в этих играх так отлично раз прекрасно конечно мне почему-то кажется что я его не верну ключ от туалетов а давайте пройдемся до конца чуть-чуть вправо мне просто интересно что там дальше потому что мы не прошлись заперто дорога пригрошено понятно значит идем значит вам в туалет и но это же есть конечно реально жесть ждите туалета там дальше в ко мне всем я могу любой жить и нет крыло открыла и зайдем сюда пойти посмотрим оба туалетика какая гадость о покурить к супер много сохранения ты супер классный я какая гадость это старое письмо от женщины по имени мэри кажется она разочарована своим мужем который не сдержал обещания съездить с ней куда-то возможно в отпуск хотя меня это вряд ли как-то касается я слышу очень плохой звук затвери доносятся странные звуки я не хочу открывать я открою заперто изнутри до свидания всего хорошего я пойду женский туалет скажу там походу дальше просто парк а тут что на зеркале что-то написано мне чего не видно по толстым слоем грязи а and watch me короче зайди или и посмотри что на меня что там дальше написано или что там вначале написано иди и посмотри короче летит отвратительно не хочу делать это голыми руками а чем у нас нет ничего воспользоваться значит мне сейчас не нужно говорит закрой его не хочет она голыми руками этого делать а у нас нечем больше ну пусть открыты пока стоят же тогда нам только в одно место это в парк хорошо от судьбы на надо бежать от судьбы надо без убежать интересно как получается у нас логично ладно в любом случае сохраняемся идем сейчас мы увидим судьбу воплоти хотела отначу сейчас не сейчас следующий серию спасибо вам твенчата за просмотры не забудь подписаться на канал на инстаграм на твич это ставьте лайки оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик всем отличное настроение и до встречи в следующих видео эти звуки меня пугают